Приветствую вас. Давайте с вами поговорим про европейский социализм. Давно про такой мы с вами не беседуем. Тем более сегодня выходной. Итак, кто за то, что в Украине был европейский социалист? Кто против? И на глаз. Сразу обращаю ваше внимание. Не путайте, пожалуйста, европейский социализм и с тем болотом, который был во времена СССР. В СССР не было социализма. СССР это Российская империя. Самая обычная Российская империя. Где просто чисто случайно называли, что там построен развитой социалист. Вот смотрите. В Российской империи были дворяне и были холопы. Ну, там и. Мещане, крестьяне. Что было в СССР? Партия номенклатура. Дворяне. Дворяне. Также самый клан, самый приближённый. И громадное количество крестьян и рабочих. Было? Было. Теперь, кто лучше всего жил в Советском Союзе? Партия номенклатура. Элита? Элита. Что в Царской России было элитой? Дворянство было. Было? Ну, было. Погубило Российскую империю кто? Правильно, дворянство. Ну, действительно, надо было его трансформировать. Делать буржуазию, если бы это пошло. Что погубило в Советском Союзе? То же самое. Дворянство. Партия номенклатура. Ну, вы уже забыли, но в 80-х, очень много про это говорили. 90-е. Ну, что это погубило. Ещё раз повторяю. В Советском Союзе никакого социализма отродесного. Там была обычно Российская империя. Царь. Ну, первый генеральный секретарь. Дворяне. Партия номенклатура. И все нищие холопы, которые работают, чтобы царю хорошо жили. Ну, и партийной инкулатурой тоже. Было. Было. А теперь давайте поговорим про европейство. Ну, смотрите. Если кому-то интересно, есть такой социнтернет. Можете почитать. Можете почитать документы компартии. Господи, не извиняюсь, компартии уже сидят. Хотя еврокоммунисты тоже. Там он немножко такой уже развалился. Социалисты во Франции можете почитать, если интересно. Нет, это все есть. Ну, вообще, почитайте. Вообще, таких документов очень много. Да, они чаще всего, конечно, не на вашем языке. Но про желание можно себя перевести, почитать. Довольно-таки интересно. И совершенно не то, что вы думаете. Ну, вот классика. У нас все говорят. Европейский социалист — это Швеция. Нет! Швеция — это государственная капитализма. Это не европейский социалист. Честное слово. Я не шучу. Вот, если вы почитаете какой-нибудь, ну, работы социалистов, они говорят, не, в Швеции нет социализма. Там государственный капитализм. Не путайте. Ну, здесь я скажу так. Французы говорят, что у них социализм. Там, испанцы там про себя рассказывают. Ну, давайте так. Вот я свое мнение ему скажу. Я считаю, что европейский социалист, европейский социалист реализовался в Германии. Ну, отлично, мы и мне. Хотя, есть, я так понимаю, минуты говорят, да нет, это трогиас. Ну, давайте немножко разберемся по этапу. Итак, европейские социалисты однозначно выступают за то, что право собственности — это священно. В СССР что было? Все отобрать, поделить. Ну, поняли, что это не социализм. Там право собственности священно. Плюс ко всему, европейские социалисты, если кто-то принимать обратил, да, они выступают так лозом, что крупный бизнес должен существовать однозначно. Ну, они не так представляют. Они говорят, что все виды бизнеса должны иметь равные условия в законе. Вот только за. Вот честно говоря, по этой причине, когда говорю ликвидировать упрощенность системного обложения, это чисто по европейским социализму. Я не шучу. Но здесь, конечно, надо немножко добавлять, что вот те же европейские социалисты говорят, что надо не допускать монополию. Почему я говорю, Швеция — это не социалисты. Швеция — это государственная монополия. Там просто во главе стоять государственная монополия. И по этой причине нет. На сегодняшний момент считается, что бизнес должен иметь равные права. Еще раз повторяю. Никаких льгот, никаких преференций налогов быть. Но. Действительно, антимонопольные комитеты должны работать свирепо. Это факт. У нас это не работает. В идеальном варианте, да, крупный бизнес должен быть. И его надо поддерживать, не бежать. Но антимонопольный комитет должен не зависеть ни от администрации президента, ни от Кабмина. Действительно, он должен быть независим. Тогда, чтобы он прижимал монополистов. Потому что у нас, беда в чем? У нас нету противоядия монополия. Факт. Факт. Это губит экономику крайне очень сильно. Вот, когда социалисты говорят, да, должен быть... Ну, вообще считается так, что работаешь — молодец. Как только у тебя монополия, все, давай делись. Логично, давай, логично. Что еще самое интересное? Я думаю, это многие, наверное, удивляются, но это факт. Ну, смотрите, как у нас всегда начинают рассказывать. Вот, там социализм в Европе, или даже, скажем, в Европе. Там, ура, ура, высокие социальные выплаты, высокие налоги. Стоп. Опять же говорю, это вы говорите про Швецию, про Даню. Там нет социализма. Еще раз повторяю. Смотрите, в чем трюк. С точки зрения, ну, скажем, таких настоящих, или полунастоящих социалистов, считается так, что через госбюджет должно предраспределяться не больше 30% в Украине. Ну, да, бюджет должен быть, никто не спорит, но не больше 30%. В Украине почти 40%, в Швеции 60%. Ну, чтобы вы поняли разницу. Поняли? Что значит предраспределяться? Это значит, ну, смотрите, госбюджет собирает много, а потом выплачивает много. Ну, вот собирает много, а потом выплачивает там посуду. Вот я считаю, что, да, действительно, даже меньше 30%. В чем логика? Сейчас объясню. Считается, это вполне логично, что налоги должны быть, ну, как бы, не очень высокие, чтобы больше денег оставалось в бизнесе, больше. А государство, собирая деньги, финансировали только тех, которые действительно социально не защищены. Кто инвалиды. Логично? Логично. Ну, может быть, мама с детьми. Ну, опять же, в зависимости. И все. Вы сказали, где пенсионеры? А вот понимаете, в чем дело? Если мы говорим, европейский социализм, они, вот, всех не документы, а то средний класс, средний класс, средний класс. Понимаете, они не рассматривают пенсионеров, как что-то такое социально слабое. Они считают так, что главная задача, да я считаю, любого нормальной страны, нормального правительства, это, прежде всего, развивать, заботиться, чтобы в стране было как можно больше среднего класса. А средний класс, пожалуйста, да. У него накапливается пенсия, нет вопросов. У него есть недвижимость, то же самое. У него есть сбережения. И тогда, когда он выходит на пенсию, тут он просто не стоит. Тоже на государственную большую пенсию платить не должно. Государство не зависит от этого. Потому что он, как средний класс, уже зажиточный. При этой причине, еще раз обращаю ваше внимание, когда он не средний класс, это не обязательно капиталист. Да, это может быть предприниматель, пожалуйста. Ну, не олигарх. Олигарх это не средний класс. Это может быть колхозник. Ну, имеется в виду крестьянин, конечно, не колхозник. Прошу прощения. Это может быть фермер, который, я так скажу. Это может быть рабочий. Средний класс подразумевается человек, который имеет, еще раз повторяю, достаточный сбережений, достаточный доход, чтобы, ну, скажем так, проводить такую зажиточную жизнь, не самого богатого, но зажиточную. Ну, более-менее где-то ругать власть, как и положено. Но не переживать про старость. И не требовать от государства высокой пенсии. Вот что такое средний класс. Сложно. Да, архи сложно, конечно. Понятное дело, что в Украине сейчас мы видим республику олигарх. И в республике олигарх нет самого главного среднего класса. И никто его делать не хочет. Ну, классика, смотрите. Вот в Украине вы никогда не услышите дискуссию или разговоры среди представителей власти про уровень безработицы. В европейских странах это действительно считается самая главная задача любого правительства. Почему? Объясняю. Правительство не должно вмешивать свой нос, где забрать, чтобы поделить. Нет, это не правительство. Не занимайтесь. Правительство не должно вообще-то даже очень переживать или заниматься вот этой минимальной зарплатой пенсии. Это тоже не работает. Правительство занимается только одним проблемой. Чтобы в стране была маленькая безработица. 4% это минимум, а так не выше 7%. Вот это задача правительства. А для этого, пожалуйста, привлекайте инвестиции, создавайте технопарки, свободно-клинические зоны. Это уже работает. Таргетирование может ситуационное дело. Все же выводно. Но ваша цель безработица должна быть не ниже 4%, не выше 7%. Вот тогда будет и средний класс. Ну и про пенсии никто загадывать не будет, и про тарифы никто загадывать не будет. И вот это будет социализм. Самый настоящий. Да, да, вот такой социализм. Правда, странно? Олигархи есть, бегают. Там какие-то фермеры есть, какие-то бизнесмены есть. И, ой, боже, а реформы нету, да? Вот такой. Да, хотелось бы что-нибудь человеческое в Украине. Даже с не социалистом хотя бы что-то хотя бы. Но пока мы имеем республику олигархов. А республика олигархов – это свирепая вещь.